И у нас сейчас на связи известный украинский режиссер, клипмейкер Алан Бадоев. Я думаю, что нашим зрителям представление не нуждается. Такой дорогой гость в России известен и любим. Этот человек, здравствуйте, добрый вечер, Алан. Здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Если так можно сказать, добрый вечер, конечно. Мы понимаем, 12 дней уже Владимир Путин пытается уничтожить вашу родную страну. Хочется первый вопрос задать, как для вас все происходящее, как вы все это оцениваете, переживаете? Как изменилась ваша жизнь за последние 12 дней? Вот лично ваша, как гражданина Украины, как человека. Ну, во-первых, спасибо, что даете возможность высказаться и рассказать. Это очень ценно для нас, всех, кто сейчас находится в Украине. Отвечая на ваш вопрос, жизнь изменилась полностью. Ну, то есть в корне. Сегодня мы не являемся кем-то, кто имеет профессию, не являемся кем-то, кто имеет какое-либо призвание. Сегодня мы все граждане Украины и сегодня мы все защищаем свою страну, защищаем свою позицию и все молимся о том, чтобы все это прекратилось. Спасибо. У меня следующий вопрос сразу. Мы тут уже выходили на связь с вашими коллегами, с деятелями шоу-бизнеса Украины. И все нам рассказывают, что довольно тесно взаимосвязаны украинский рынок, шоу-бизнес украинский и российский. И вот сейчас, за эти 12 дней войны, за всю эту информационную войну, которую в том числе Кремль ведет против вашего государства, как изменилось ваше взаимоотношение с коллегами? Продолжаете ли вы контакты? Говорите ли вы о происходящем с ними? Что они говорят? Потому что российские звезды публично свою позицию не демонстрируют, от чего страдают, как мне кажется, все. Все этого требуют, но никто не получает. Внутри украинского шоу-бизнеса много чего изменилось, потому что все стали одной семьей. И это ощутимо. Мы пытаемся, ну, да, чем может помочь человек, который был артистом или был режиссером, ну, если не брать оружие в руки, да, наверное, тем, чтобы помочь, чтобы вокруг все услышали о той вопиющей беде, которая сегодня есть. Мы пытаемся применять себя таким образом, чтобы хоть как-то помочь своей стране. Но если нужно будет взять оружие в руки, в какой-то момент мы его возьмем, потому что каждый из нас, и мужчины, и женщины, мы не представляем себе жизни вне страны. Что касательно большого количества и большого круга моих друзей из России, и в частности, скорее, бывших друзей, как ни печально это осознавать, я действительно считаю, что сегодня большое количество российских артистов идут на преступления против своей нации. Не против Украины. Против своей нации. Против своего народа. Потому что из-за трусости, из-за сытости, из-за приближенности к власти российской, в частности, молчат. Просто молчат. И еще хуже высказывают про властную ложь. Ужасную, которая на самом деле равна пули, которая попадает в украинского человека. Я считаю так, моя позиция именно такая. И, конечно же, она просто помогает утопить Россию в лжи. Может быть, есть какие-то звезды российского шоу-бизнеса, которые, не знаю, удивили вас приятно, или наоборот, которые разочаровали вас, которые в личном общении говорили одно, а сейчас, там, не знаю, за 10 тысяч евро публикуют посты про то, какой Путин молодец, как Путин все правильно делает, и надо, значит, там, всех мочить. Вы знаете, за эти дни у меня не было такого количества времени, чтобы я отслеживал в соцсетях, кто, что, как говорит. Если это не было конкретно мне адресовано. Ну, мы все видели выступления Баскова, Север, я даже не знал, что половину, самое ужасное, что половину людей, которые вот сейчас топят за Путина, я даже не знал, что эти артисты есть, а я вроде бы очень серьезно разбираюсь в русском шоу-бизнесе. То есть, они или очень давно забыты, или давно ничего хорошего не выпускали, и, наверное, у них нет другого выхода, чем быть паркетным артистом. Печально от того, что очень многие мои друзья, конкретно многие мои друзья и люди, для которых я работал и снимал, буквально в этом же году, наверное, топ-10 клипов, которые шли по всем русским каналам, никто из них не поддержал. А некоторые из них просто писали длинные смс-ы, я называю это получение индульгенции, да, то есть, когда тебе в личку пишут с какой-то нежностью, дружбой, но не готовы сказать ничего за тебя и за твой народ, я считаю, это желание получить индульгенцию, но индульгенцию не получишь, это невозможно, потому что слишком много гибнет людей. Вы сказали, что изменилось. Изменилось то, что вот пока началась 24-го числа война, лично моя подруга, мой продюсер моего продакшена, с тремя детьми и с известным в России ведущим Орла и Решки, одним из ведущих Орла и Решки тревел-шоу Евгением Сильнельниковым, находятся все эти дни в подвале в самой гуще обстрелов, это буча, там, где россияне не прекращают атаковать и постоянно происходит самое невероятное побоище с кучей трупов, перестрелок, там просто выжжена земля и мои друзья со своими детьми находятся буквально в подвале. Какая их судьба, уже непонятно, потому что они не выходят на связь уже второй день. Туда не допускают даже волонтеров, просто не допускают волонтеров, которые могли бы помочь мирным жителям, которые ничего не сделали. У нас здесь, нас уже смотрит 30 тысяч прямо сейчас в один момент в онлайне, и вот нам здесь в прошлом эфире Макс Барских заявил, что никогда больше не поедет в Россию после всего случившегося, а вы верите, что дружба и сотрудничество между нашими странами когда-нибудь восстановятся? Как вам это вообще реально после войны? Смотрите, но мы же с вами говорим, правда? Вы же звоните и предоставляйте возможность говорить. Есть еще большое количество людей, которые делают что-то конкретное, рискуют своими профессиями, рискуют всем тем, что они отстраивали всю жизнь в своей стране, рискуют любовью к своей стране, и они это делают, они это делают честно и не боясь, потому что что может быть больше, чем цена человеческой жизни? Ни одна профессия, никакие деньги не могут быть более весомыми, чем одна человеческая жизнь, чем свобода этой жизни. И, конечно же, невозможно всех под одну гребенку в России прокатывать катком, да? И мы видели, что вчера небольшое количество, но все же выходило людей. И от того, что их было не так много, это еще более храбрый поступок, да? То, что люди выходили. Я видел эти зверства, когда людей били дубинками просто по пять уродов в форме, били одного человека или загибали руки девушки. От этого тоже болит сердце, это тоже ужасно. И всех под одну гребенку я не могу сказать, что все в России изверги. Просто мне кажется, что придет время, когда этих людей тоже нужно будет спасать. Придет время, когда россиян нужно будет спасать. Их необходимо будет спасать. И, кстати, необходимо будет лечить их душу. Когда огромное количество людей в России поймет, что произошло, они будут сломлены. И это будет очень большая дыра, куда нужно будет. Ее нужно будет чем-то наполнять. Быть может, это будет тоже миссия, чтобы помочь людям. Каждый человек имеет право на ошибку, безусловно. Я так считаю. Но только сегодня за эту ошибку мы платим буквально кровью. И это сумасшедшая вероломная война, которая уносит жизни целых семей. Даже не солдат, целых семей. И оправдания этому нет. Поэтому, как бы ни было страшно, мы все должны с вами понять, что эту войну Украина одна не сможет преодолеть и остановить. Эту войну мы сможем с двух сторон преодолеть. С двух сторон мы можем переломать хребет этой войны. Только так. И, может быть, если так произойдет, это даст мизерную надежду на то, что когда будет встречаться русский и украинский человек, они все еще смогут подать друг другу руку. Я очень бы этого хотел. Да, мы тоже очень хотим, чтобы как можно скорее-то война прекратилась, и мы вновь дружили. Вы сказали уже, что в России вчера, и вообще каждый день люди выходят на митинги, на пикеты. Люди находятся под колоссальным прессингом. И огромное количество людей просто физически не может сидеть, сложа руки, хочет что-то делать. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то способы обычному человеку в России как-то помочь украинцам? Помочь я не знаю с чем. Может, не с гуманитарной помощью, может, еще с чем-то. Какие вообще существуют возможности просто не вспоминать потом эти дни и не говорить сам себе, почему же я сидел, сложа руки? Друзья, так не получится, и это тоже будет индульгенция. Так не получится. Сегодня не нужно помогать Украине. Россияне должны помочь России, сами себе. Они должны... Если не выходить на площади, значит, идти к соседям, которые прозомбированы, и вы знаете, что они прозомбированы, открыть им глаза. Дайте им ту информацию, которую они не смотрят. Убедите их, покажите им, откройте глаза. Чем больше здесь работать можно только следующим образом. Один умный человек, один человек с сердцем и с открытым мозгом должен объяснить хотя бы десятерым таким же людям. И тогда на ваших улицах появится настоящая сила, большая сила. Сегодня столько русских солдат. Уже более 11 тысяч русских солдат погибло у нас на Украине. И очень много взято в плен. Солдаты звонят этим матерям. Если представить и умножить прогрессию, это уже где-то около 40 тысяч знающих людей, потому что одна мать, семья, сестра. Но почему они не выходят? Это 40 тысяч людей, как минимум, которые могут быть и должны быть на улице. Не надо спасать Украину. Спасайте своих солдат. Спасайте свою страну. Спасайте своих близких и родных, потому что им это все расхлебывать. Эта война закончится, и Украина в ней не проиграет. Она может потерять еще больше людей, но она станет еще сильнее. Эта война уничтожит Россию. И все, что люди сегодня могут сделать для своей страны, это подготавливать и просвещать, и убеждать людей в том, что больше так нельзя. И не нужно бояться. Надо просто всем собраться. Нужно как можно больше людей, смелых людей, таких, как вы, которые не боитесь об этом говорить. Нужно говорить и выходить. А нам помогать. Мы пытаемся помочь себе сами. Много, каждую минуту поступает информация о тех или иных потерях со стороны Украины и российских солдат, которых Путин отправился умирать. Поток информации огромный. Как вот лично вы, может быть, посоветуете нашим зрителям, как отличить правду от неправды? Потому что поток дезинформации ничуть не меньше. Вот лично вы откуда узнаете правду, помимо того, что видите своими глазами, находясь в Украине? Ну, во-первых, в Украине есть несколько телеграм-каналов. Один из них создала и моя компания. Он называется Stop Russia. Там публикуется буквально то, что люди снимают на свой телефон очевидцы. И это все отфильтровывается, и мы проверяем это все на фейке. Но у россиян сейчас, по-моему, есть прекрасная возможность. Если что-то называется в России фейком, значит, это конкретная правда. Более простого способа я не могу придумать. Потому что лавина вранья в России такая, что если даже что-то среди настоящей информации будет неправдивое, поверьте, это будет капля в море. То есть, все то, что вам втаптывают как фейк, это точно правда. Спасибо вам за то, что вы говорите, не боитесь, и прямо транслируете свою позицию, и рассказываете о происходящем. Нам, всем гражданам России, которые нас смотрят, это крайне важно. В нашей стране, в России, до 15 лет грозит тюремного срока, если называть войну, войной. То есть, если называть вещи своими именами. Более того, сегодня пришла новость о том, что к школьнику из шестого класса пришла домой полиция, потому что он на уроке сказал, что это не специальная операция, а это война. То есть, вот такие вещи происходят. А вот хочется спросить у родителей этого мальчика, или другой девочки, или еще каких-то детей, неужели они в 21 веке, после всего, что мы видели и знаем про Советский Союз, неужели они не понимают, что если к твоему шестилетнему ребенку кто-то приходит и его наказывают за то, что он назвал слово «война», неужели это не значит, что страна больна? Неужели это не значит, что это катастрофа, которую решать необходимо уже сейчас? Это же очевидно. Если бы в Украине хотя бы кто-то пришел к ребенку и сказал, вы не должны говорить это или это, завтра на улицах было бы уже 100 человек. Их бы побили и после этого пришло бы тысячу человек. Их бы побили и после этого бы организовался Майдан и свергнул бы правительство. Вот разница, на которой мы никак не можем помириться. Потому что в Украине невозможно, чтобы одна дубинка ударила человека и после этого не вышли люди снова на Майдан. мы платим за свою свободу болью, поломанными руками, разбитыми головами, а иногда и смертью. А сегодня вся страна платит за свою свободу цену жизни. Поэтому я не знаю, какой совет еще дать обычному, простому россиянину. Мы наблюдаем ту цену, которую платит сейчас Украина за свою независимость, за свою свободу. И мы, конечно, ну невозможно молчать, когда ты видишь, что творит Путин, поэтому мы запустили серию этих спецэфиров, чтобы заполнить этот информационный вакуум. В России все блокируется, в России все запрещено и важно говорить. Я хочу еще раз сказать спасибо вам большое, что вы вышли к нам в эфир и с нами здесь это все обсудили и озвучили, и проговорили. Это крайне важно и мы продолжим это делать. И вас просим, пожалуйста, продолжайте и дальше не молчать.